много кнопок сказать что прямо быстро это все делать очень удобно не скажу но умение классные привыкну то же самое было с инквизиции потом привыкла нашего героя новый уровень нужно открыть панель и развить персонажа развиваем мы на c метагена модифицировать некоторые умения геральта чтобы использовать мутаген нужно открыть окна персонажа найти ветви обучения мини с ячейка для мутагены и улучшить его до гена можно найти в телах убитых чудовищ открыть всех на персонажа так у нас есть один талант всего лишь один талант но я тут разбежалась думал для начала нам сейчас хотя бы три дадут талантом смотрим что я хочу прокачивать это путь основных ведьмачьих навыков бой мечами химия это навык травоведения эликсиров ну в общем разбираться в траву года рецепты чертежи там еще что-то на варить мутагены магия вчера ли я все связано с уроны с магией силы ловушками вот эти пять основных талантов которые нам доступны некоторые знают геральт возможно я не знаю может быть 3 часть там еще на выбор что-то добавили мне кажется этого достаточно вот я просто предположила возможно я же не знаю путь основных ведьмачьих навыков основных основные это основные я думаю основные ему нужны будут по любому но если говорить про меня я бы конечно хотел ему ну тут вообще мне кажется все надо прокачивать на он не может быть в перевесе только в магии не знаете в общем как варить зелье как бы нет такого варианта что ты будешь его прокачивать только одну ветвь это было бы странно что геральт у нас прокачал магия на мечах вообще меня сражаться то есть это может быть других играх такого плана я не играла больше кроме другой нынче там можно было выбрать какую-то ветвь энергия земли там энергия огня энергия холода до воды то есть энергии стихии электричества вот и например если совмещать там нужно было находить баланс сейчас мы не про эту игру когда я прокачивала и очень существенная разница раз мы эту тему затронули например инквизиции очень слабая магия скажу по моему заморозки да там есть какие-то умения интересные которые помогают защите но она намного слабее она помогает вот как у геральта например оглушить до обездвижить противника за это время мы сможем не знаю хотя бы часть жизни него отнять им разобраться другими противниками но либо добить уже одного единственного если там на поле боя только один а а вот магия огня и здесь у него эффективно в общем магия огня почему-то во всех играх на такая достаточно эффективная магия не самые сложные противники вообще во всех играх я замечала это не знаю может быть это зависит от того как прокачивать персонаж или кто им играет точно сказать не могу бой на мечах вот например сейчас мы сражались я чаще старалась махать мечом мне понравилось устанавливать ловушки ловушки здесь кинжалами мне не особо понравилось бросаться да вот в assassin's creak нет понравилось я в основном на крыше когда забиралась ну там у нас так и обучает но я всегда семья были кинжалами было не лень их находила сюда пользовалась метательными ножами вот здесь мне это не понравилось мне больше понравились бомбы но большего мне понравились ловушки все говорить о магии то в общем как и в первой части мне кажется я бы здесь часто верен использовала глушить это для разнообразия чередуешь а глушаешь очень эффективно быстро когда много врагов оглушил добил не пошел дальше разбираться да вот огонь на расстояние помогает частично если например прокачать уже хорошенько ирден по-моему на огненная стихия арт огненная стихия арт если прокачиваем то на расстоянии уже когда например поджигала пиявок через какое-то время силу топт например пока не к нам бежали они уже погибали сгорали то есть такие легкие враги еще маги мы их поджигали и очень эффективно в общем-то нам облегчал задача и умирали они достаточно быстро конечно не о сильных врагах наверно будут какие-то рыцари и те же магия то есть и какие-то создания типа ну не знаю гули там вампиры они не сложные просто и долго надо бить и когда их много то они на становятся проблемой алхимия без нее никак но вот сколько мы знали эликсиров вы наверное обратили внимание все равно я придерживался одних и тех же то есть под конец когда нужно открывать читать рецепты смотреть какие травы да там конечно когда геральт все изучает на вид где какая трава растет какой растений там уже все подписано когда мы читаем книги на всем получает информацию база знаний его увеличивается там уже все подписано то есть там нет в этом проблем но нужно все равно посмотреть что это за рецепт конечно же он автоматически во время медитации делать эликсиры когда я играл под конец игры просто на автомате собирала ингредиенты и там уже в основном бласточкина зелья до какой у меня было из любимых эликсиров потом не его пурга и его есть по моему один галлюциноген а другой но тоже подобие но я объясняла что мне какой-то из них больше понравился я все время путаюсь на званиях громом не пользовалась его вначале нам рекомендовали при обучении вообще его практически не использовала потом для нейтрализации интоксикации для геральта обязательные до эликсиры должен быть всегда но и есть всякие индивидуальные там для призраков масло там я не знаю пугивать падальщиков инсектоидов там не знают удобцев и симуллеты всякие то есть просто в кармане чтобы по одному было а так есть общее эликсиры которые помогают всегда там кровотечение налива отнимает жизнь там если я от какой-то наносим на мячи есть просто основные которыми я часто пользовался про остальные вспомнил так когда у меня ингредиенты заканчивались для того что я все больше люблю вот почему этот был долгий разговор прокачиваю основные навыки становление энергии я думаю и часто буду пользоваться магии в общем как в первой части и восстановление энергии это очень очень даже здорово это повышение уровня здоровья метание ножей мне вообще нафиг не нужно парирование позволяет парировать удары со всех направлений снижение урона при блоках то есть нам нужно обязательно по очереди до прокачивать отражение стрел классное умение твердый духа отражение стрел ухты до метание ножей я даже не собираюсь прокачивать вам сразу скажу но это такое что я меняю мнению свою кардинально случайно мне по что-то попадается ли мне игра заставляет это взять руки когда другого под рукой нету и я узнаю что я ошибалась но я по сейчас не горю особо желанием прокачивать питательные ножи вот я вам сказал о своих предпочтениях но давайте играть дальше своих впечатлениях я вам поведала вспомнили немножечко ведьмака первого да так нужно открыть окно персонажа потратить и доступны таланты то есть я не все потратила мне показали а уровень талантов написано 0 что есть еще но например отражение стрел 2 нужно до сана твердость духа ну я же все потратил написано талантов больше умнее нету а я не подтвердила до enter пробел выбор не поняла мутация малый мутаген силы урона 1 таген не знаю мутировать мутируй для обучения может это надо было твердый духа а тут подсвечено позволяет контролировать удары противника тут горит но это начало все теперь все он наконец-то ждет последнее испытание которое потребует основательной подготовки вы будете биться с крупными противников внимание числа противников побежденных вами в этом испытание автоматически установить рекомендуемый уровень трудности мы не с первого раза собираемся проходить и сложные моменты такие уж массы ничего страшного собираем лес морибора ласточка это кстати у друидов мы этот эликсир и нашли яд повешенного из трупов делают яд масло от кинциктоидов все взять забирай все геральт жизнь все равно будут забирали тут все вместе показан так даже проще искать либо отдельно здесь можно по категориям найти либо все вместе инвентарь здесь морибор увеличивают энергию снижаю здоровье шанс критического эффекта будешь пить но как ты будешь его пить но а ловушки и метательные ножи все я установлю просто когда закончится то что я люблю больше всего будем пользоваться тем что осталось мне кажется это обычное дело до жена с ловушка метательные ножи даже могу на последнее место установить самому то есть разный вид бомб а это картечь после взрыва ранит осколками все в зоне действия это у нас обедвиживать силу зоне действия во время медитации можно их пить что за бред время сражений могли выпивать а сохранение длинный меч это против людей а вот это серебряным короче да на цифру один стандартный от серебряный меч или нет все правильно с людьми он должен был драться воистине нет ничего более отвратного нежели монстры иконные натуре противные ведьмаками именуем и ибо по сути они плоды и мерзко пакостное волшебство и дьявольство и то есть мерзавцы без достоинства совести и чести аноним монстру прошло шесть лет с того дня когда объединившиеся королевства севера разбили войска нельсгарда славной битве под бренной север страдает от голода и болезней эльфы и краснолюды живут в изолированных резервациях все больше нередей бежит в леса чтобы присоединиться к отрядам сквотелли в темирии таинственные убийцы покушаются на жизнь короля фольтеста и гибнет от руки наемного охотника за чудовищами геральта и зрения проходит месяц армия короля фольтеста одерживает победу в битве на реке понтар положив тем самым конец гражданской войны земрей год еще 271 год в те времена еще еще была магия вообще доступна интересно интересно и нам показывает как в первую часть анну на или что другое споткнуться но надо был споткнуться за ним призрак смерть что для хочется да нам показывает именно этот момент когда он потерял память подземелье замка лавалет три дня после битвы нам показывают предыдущие предысторию что ли предыдущие события до первой части но это интересно вспомнить что с ней произошло что мне сделается правда мастер геральт так слабаки так делают и трусы кости не прокатились так я муклюл ах ты сука гляди снова проснулся убийца чудовищ мать твою обычный выродок а я слышал что ведьмаки получаются из сирот которых маги ловят ну и потом это говорят полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются вот и щенки у них будливы хватит отцепите его и в комнату дознаний ты не умер меня так просто не убьешь маг какой-то или кто это весь порезах в ранах полагаю нас не представили верно нроше я бы пожал себе руку на боюсь не могу пожать тебе руки и как ты не подумал развяжи ками с него кандалы нам на руки глянка я почему-то напомнила ольгу из рыбами так и в другой одежде геральты зрели почему геральт зрели побитый когда нам предлагает пожать руку принеси нам выпить не сидит же там уже гладкой где нас связали и мучили в темнице геральт умный и сдержанный персонаж мудрый я бы сказал а не умный тогда придется тебя бить я командую специальным отрядом короля достаточно давно у меня рука набита ты ведьмак выдержишь долго будем надеяться в худшем случае ты вернешься в подземелье а завтра тебя публично выпотрошит сдерут кожу и повесят рост сбежал ни за что затемерию почетно чего мне начинать это был долгий день начни с самого важного как же мне нравится его стойкость спокойствие непоколебимость плане того что его ум спокоен без гнева без всего конечно ему не хочется чтобы его били он чувствует боль и возможно настолько невыносимо что теряет сознание но просто его ясность ума настолько меня восхищает но не только наверно у него данном случае главный персонаж вот я думаю что этому стоит учиться всем людям то есть горе от ума как говорится он медитации не просто так занимается чтобы очистить свой разум до всегда взвешенное решение принимает это помогает его магическим способностям на поле боя сражение на мячах тоже очень помогает тем утром король вызвал меня к себе мы разделились около монастыря с того момента как рухнул мост ты почти все время был со мной почти расскажи как ты оказался во дворе монастыря мы должны писать свою историю день штурма после полудня как же оказался и мы сейчас увидим да и мы должны сказать правду или нет мы не подойдем полдня и город взят доложить обстановку бои за замок продолжаются группа мятежников забаррикадировалась в святилище что с моими детьми два разных народа даже поддержки фирмы различия может быть даже верят что-то охоте под стенами таран будет разве что через неделю попробовать топорами долго доделать нечего этот жрец что с ним какой проход потерял сознание пока я его раскручивал он сейчас под стражей внизу займись им капитан так точно сила сбери двери на себя фен за мной ведьмак государь есть задание как раз по тебе вернан умеет убеждать но иногда бывает слишком горяч попробуй своими силами поискать другой путь если убедишь их сдаться тебе вся вы зима позавидует интересная одежда у геральца королевская что ли я вижу у него герб на груди герб наверное королевство да и у короля тоже вижу на доспехов те же знаки его наняли как и сосина ему кстати очень идет чтобы еще и не узнали что у них наверно армии появился ведьмак мятежники не причинят вреда детям но я бы с этим поспорила на войне конечно разные люди встречаются на но война это такое жестокое не знаю события в любом месте планеты в любом в любом не знаю мире фэнтези где угодно в книгах не угодно поэтому я бы не стала выбирать первый вариант скоро увидимся может раньше вытянет что-нибудь из этого жреца город большой чтобы найти детей нужны хоть какие-то зацепки я рассчитываю на него но время не ждет осмотрись вокруг тут может быть тоннель какой-нибудь подкоп поищи его мои люди тебе в таких делах не чита а нам в любом случае нужно это выбирать или все таки от нас зависит если мы ответим изменятся какие-то события линя пошел я рассчитываю на тебя нам нужно выйти на территорию монастыря то есть у у нас игры автоматически что я сохраняется нет я сохранила игру какие-то чайка ласточка но как неудобно во время медитации только можно пить эликсиры масло от инсектоидов коричневое масло и улучшение для меча погодите секундочку трудный средний не знаю попробую на трудно если уж там быть невыносимая просто первую часть проходила на среднем и так тоже в некоторых моментах было сложно посмотрим можно изменить любой момент все что я вам скажу об этом поговорить с кем поговорить а почему он нас пытал этот вот его помощник если мы с ним заодно были войти на территорию светилища так а светилище с той стороны что ли нам нужно дождаться пока они смогут открыть ворота мне нужны результаты ведьмак давайте попробуем нужно использовать медалин для того чтобы обнаружить находящийся в области контейнеры вместо сил а также монстров другие опасности нажмите z чтобы активировать можем зайти в любой дом как и в первой части блин а хорошо бы было е вместо мышки поставить все мышкой на собирать не очень удобно не стоит стоит там сундук было зачем там столько предметов было нужно все собрать ажавый нож лохматик какие-то но здесь можно продавать в середине игры додумал что можно продавать даже еду за копейки правда ну хотя бы чтобы это барахло не забежал в инвентаре взяла пока все потом будет переполнен конечно я не буду все подряд брать почему набил женщина горе побежденным налоги собирают на стол молча так погодите нужно спасти этих людей но я не могу пройти свои ловушки сейчас подождите я вот что сделаю только бомба да эти люди без оружия я думаю их нужно с порога вырубить не уйдете сейчас умрете лучше уходите дракон сейчас все спалит это типа остроумный ответ да но в общем то кстати геральт очень редко встретить его заметили он такие очень взвешенные рассудительные ответы говорит в диалоге но бывает колки но это реже чем сказать часто но чувство юмора у него такое своеобразное очень серьезно я бы даже сказала просто он привык с болванными встречаться такими как например все стражники которые вы пытали слабаки да и только понятно когда шпионы либо врага сажают в темницу берут в плен там конечно с ним не чай будут распивать беседы приятные вести там либо выпытают информацию либо ломают волю кому для какой причины но выглядело это достаточно жалко сразу понятно что из себя представляют эти люди не будем сейчас рассуждать на тему если бы они не попали в армии кем вами сталин я просто говорю о том что я увидела вот так конечно война это суровое место и даже тот кто испытывает угрызение совести они делают те же самые вещи которые не испытывают другие солдаты огрызения совести поэтому сказать что кто-то лучше кого-то у всех остаются отпечатки от войны то есть это там нету тех кто невинен так скажем да я тут в том числе кстати говорили просто у него какие-то другие убеждения другое кредо у него по жизни другая мораль и отношение к людям ко всему почему он индивидуальность во всем проявляет свое слово независимо от того покарают его люди или нет везде проявлять себя вот так не скажу ну либо с не с умом я не знаю просто как выразиться он мудрый мудрость это когда вы знания можете применить на практике этой жизни вот он как раз и является таковым человеком я не называю его мотантом я называю все таки его человеком можно просто ведьмаком сваливайте отсюда по добру по здорову сейчас дракон спалит весь город вместе с добычей ладно тебе объем баронским брюхо смолой и серый да скормим их дракону последний раз говорю не лезь не в свое дело чудо как убеждение не сработало до потянем их никуда здесь их кончим так они все-таки убили я не смогла их спасти да так подождите я думаю у меня есть выбор почему-то он не достал меня чтобы их убить все равно ничего от этого не станется и ловушку только взять ловушку просто так потратил я думал с порогу можно их вырубить ну вот такой долгий диалог и в итоге мы не смогли спасти этих невинных не знаю сколько невинных но я пока еще не понимаю за что они тут борются с кем его нанял король он где бы его защищает либо какая-то цель и сейчас мы должны разведать ситуацию войти на территорию святилища холера что тут творится как всегда не трогайте этих людей это невинные люди где тут люди это прихвостнила валетов а сорняки надо выдирать с корнем чтобы не разрастались измена как чума никто отсюда живым не выйдет а ты не подходи сюда ох уж эта борьба за патриотизм сколько в бою из-за всего просто долго сейчас рассуждать на эту тему и за верой из-за территории из-за всего еще воют из-за того из-за чего возможно и люди сами не знают за что они воюют не имею ввиду какие-то более скрытые мотивы даже не делали в политике или ресурсах что-то более такое весомое и не понятно и было бы не подающиеся анализу обычному человеческому разума да такие вещи знать не нужно а я не позволю убить этих людей я не стану смотреть как вы убиваете безоружных и что ты сделаешь вырублю тебя убью тебя все свидетели я не хотел твоей крови в течение выпустите людей убирайтесь отсюда она нас на стучит открыть двери я рапорт напишу опиши что хочешь блин тех не спасли она хотя бы эти если вы сучьи дети еще раз попробуйте что-нибудь сжечь или тронете хотя бы одну женщину король об этом узнает но когда такие герои но герой не герой он самородок как его называю да пытаются спасти всех и каждого контролировать все невозможно все равно будут неудачные решения как бы не шло все по плану как по масло бывает непредсказуемые ситуации с которых ну и не знаю приходится либо мириться либо делать какой-то вывод учиться чему-то на виду носить ноги если это касается заварушки очередной в жизни герой хорошо хотя бы этих спасли жаль и одним словом в жизни не оделаешься что жаль на те люди погибли на я не могу сказать что такого не повторится вот поэтому так вот подождите там что-то взять нужно было книги ораны шкафчик какой-то я слышу плачь нам нужно наверное сейчас еще кому-то помочь ухты это все такое подождите давайте раз нам во время медитации так а почему нельзя а как я буду пить эликсиры почему только во время медитации что это за дебильные новшества вот это мне и нравится зачем им что-то добавлять хорошее что-то убирать вот это я не понимаю ставить это и другое тогда уж а он на f5 сохраняется чем учусь то стучится сейчас откроем погоди сначала пошаримся на тебя в сундуке друг запасные носки найдем во что подороже давай откроем заперта а погодите он же блин как же неудобно это все с помощью арты по моему могу взламывать не открывается может лучше что тебя там закрыли если не с чудищем то наоборот хорошо курица курицу может взять ты мясо что ли а зачем ты курицу запорол геральт я думал ты можешь курить и взять с собой курицу это меньше утрата такой битве до с этой стороны можем открыть наверное так это был заперт я слышала стуки а это уже другой дом серебряное кольцо что надо были вороны все гремит гремим со всех сторон могу сориентироваться в какую сторону мне наблюдать свое внимание я даже ведь ласточку не выпила ой блин забыла ловушку ты накопила а у меня ложки нету родители пози не устанавливала есть ловушки куда они все деваются закончилась я погибла как же весь тогда лечиться если не могу лечилки даже использовать ну конец конец игры такой трагический конец как будто мы не сможем сохранение запустить